Здравствуйте, скажите, пожалуйста, свое мнение по поводу того, что с 4 января повышаются цены на 31 рубль на проезд? Глубоко возмущена, зарплаты не повышаются, остаются на том же уровне. Не знаю, с чем это связано, вроде бы живем в стране, где есть газ, нефть и все остальное, а цены повышаем. Очень становится обидно, что в европейских странах такого не происходит, а у нас в родной России это все случается. Спасибо. Спасибо вам большое. Можете оценить по пятибалльной шкале? Минус один. Не очень хорошо. А как можете оценить качество автобусов, маршруток? Вы знаете, по сравнению, когда было раньше, сейчас намного лучше. И водители мне, например, как они обращаются с пассажирами, мне нравятся. Они вежливые такие, объяснят, какая остановка это. Это плюс. А по пятибалльной шкале можете оценить? Как сказать. Ну, не все, конечно. Ну, четыре с половиной. Это я могу. Спасибо большое. С наступающим вас. Маску купи. Это дал десять тысяч. А вперед, а полтора года маски покупали, перчатки. Да ну их, а это самое. В общем, вы недовольны. Я, конечно, а что повышать-то? Вот когда он пенсию повысит, как положено, чтобы я могла хотя бы маски покупать и лекарства необходимые. Вот мне 62 года. Тогда можно. А так? Ну, на что? На пять тысяч вот я живу. Хорошо, что у меня свекровь меня обеспечивает, у нее хорошая пенсия. А так все. Спасибо вам большое. Да, было. Попающим вас. Ну, это плохо, потому что денег и так нету. Я не знаю. В принципе, думаю, у нее будет большая разница, чем 25 рублей. А вы часто ездите? Да, довольно часто. Несколько раз в день. А вот качество маршруток, обслуживание, как вам, нравится, не нравится? Ну, некоторые маршрутки есть хорошие, а некоторые прям такие себе. Некоторые есть, водители плохие. Да, вот сегодня вот меня не хотели выпускать из автобуса без справки, то есть там, предъявите этот учебный билет. Мы же ему дали вот три школьных 45 рублей. Он меня выпускать не хотел, я уже выхожу, там дверца, он ее закрывает, мне чуть руку не прищемило, орать на меня начал, чуть не матом уже. Еле, короче, выпустил меня. А по пятибалльной шкале можете оценить? Все вообще. Я думаю, где-то на троечку. Троечка, троечка. Спасибо вам, с наступающим вас, будьте здоровы. Отрицательное, только отрицательное и другого мнения быть не может. Зарплаты же не повышают. Пенсии же не повышают. Зато повышают сыны на продукты. Даже такие хлеб, мудра, сахар, макароны, масло подсолнечное. Основные продукты – молоко, кефир. И теперь еще, пожалуйста, 31 рубля на проеку. Вот смотрите, проезд деревни стоит у нас 75 рублей. Плюс еще 31. Что получается? 106 рублей. Куда-обратно сидит – 212 рублей. Спасибо Путину и государству. Любим Путина. Спасибо Путину. Да, и низкий поклон ему. Поэтому против, против и против. Просто против. Компания, конечно, компания хочет иметь прибыль. Потому что мы имеем свою нефть. Свой газ, золото, алмазы, руда. Всевозможные ценные металлы. Мы все имеем свое. Только почему-то у меня родственники в Белоруссии живут. Газ почти дешевле, чем у нас. Наш российский газ. Они в дом. А так, в дом. Газ дешевле нашего почти в два раза. О чем это говорит? Они являются руководителями в нашей стране. И топчут нас своими ногами. И приезжают сюда, вы знаете, ну как на ваг. Приехали, отработали, поруководили и поехали. А мы тут живем. Я люблю свою страну. Я люблю свои земли. Это моя родина. Вот они мне это так со спокойной совестью повышают проезд на этот рецидент. У депутатов, это еще, наверное, года два тому назад, зарплата была 450 тысяч. И плюс откаты. Плюс откаты. Как тогда Жириновский рассказывал, у самого плохого депутата, который мало старается, зарплата почти миллион. Но у нас-то никаких откатов нет. И средняя зарплата, это уже на газородах. Ну, максимум там. 15 тысяч. Это же копейки. Это, вы знаете, это нищета, нищета. Все люди, все люди в России нищие, а вот эта власть и все наши ресурсы. Газ, мебель, уголь, энергоресурсы. Это все в руках вот одной зажравшейся кучки, которая никак не нажитет. Дорогие товарищи, когда же вы нажретесь?